22 сентября 2021 года на НСК Олимпийской, в столице нашей страны, Донецкий шахтер и Киевская Динамо разыгрывали Суперкубок Украины 2021 года. Сразу же о составах. Шахтер Пятов, Дадо, Марлон, Матвієнко, Исмаилю, Степаненко, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Траоре, Петриньо. В запасе. Шевченко, Витао, Кривцов, Марко, Анас Антоніо, ТТ, Соломон, Конопля, Корнієнко, Сікан. Динамо Киев. Бойко, Миколенко, Забарний, Сирота, Кензюра, Сидоричук, Шапаренко, Боярський ДП, Натайянков, Супряга. В запасе. Бущан, Вербич, Шепелев, Шабанов, Андрієвский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик. Началось все с гимна Украины в потрясающем исполнении Христины Соловий. Она пела, постепенно поднимаясь вверх, и украинский прапор вместе с ней. Все на скрине прекрасно видно, шоу от всей души, до мурашек по коже. Надеюсь на такой же классный футбол в исполнении двух лидеров украинского клубного футбола. Не успел начаться матч, как пошла заварушка на поле. Сидоричук с Майконом чуть не распустили кулаки. Смотрим повтор. Исмаили высоко поднятой ногой заехал в лицо своего же партнера по команде Матвиенко. Море крови, океан эмоций. Как игроков, так и тренеров. Да, Панова, Шахтер Динамо Киев одним предложением. Команда Лучевскую имела две прекрасные возможности выйти вперед. Сначала на одиннадцатой минуте не повезло, когда Супряга классно на замахе оставил неудил Марлона и пробил ближнюю стойку ворот Шахтера. Мяч пролетел за спиной Пятого к другой штанге, где его опоздал втолкнуть в ворота Цыганков. Не момент, моментище. Через три минуты уже Пятов не позволил Круглому лететь под перекладину после сильного удара Бояльского. В тот момент еще подумалось, мол, Шахтер скоро забьет. Так и вышло. Вот вроде бы ничего не вещевало беду для киевлян. Они вовремя пресекали все попытки Горняков пробиться к их воротам. Но когда на тридцатой минуте мяч заметался в динамовской штрафной, Лосино Траоре поймал его на голову. Кивок, и Круглый миновал Бойко. От штанги влетает в сетку. 1-0. Дальше пошли массовые нарушения правил, что вылилось в три предупреждения для Алана Патрика, Бояльского и Депене. После пропущенного мяча у киевлян в атаке почти ничего не выходит. Правда, и у Шахтера тоже. Когда сразу же после перерыва Степаненко запулил издали и мяч рикошетом от Забарного попал в штангу, я облегченно выдохнул. Ведь 0-2 при такой игре фактический приговор. А так шансы на окончательный успех еще есть и немалые. Но Шахтер очень активно начал второй этап и временами крепко запирал киевлян в их штрафной. А потом пошла классика футбола. Киевляне опасно атакуют. Цыганков сильно пробивает. Мяч попадает в лицо игроку Шахтера. Киевляне активно сигнализируют, что была игра рукой в надежде на пенальти. В это время Петрини выводит в прорыв по левому краю Исмаили, чей прострел вдоль ворот четко замыкает Раоре. 2-0. Дедзерби в порыве радости бьет мировой рекорд по 100-метровке. Не знаю, как там летал по бровке тренер Шахтера после третьего гола Алана Патрика. Но руководство Горняков во главе с Палкиным страстно обнимались в вип-ложе. Снова киевлян подловили на контре. Увы, 0-3 по истечении часа игры. И пока что не видно, чем могут ответить динамовцы. А ничем. Шахтер уверенно довел победу в суперкубке Украины до логичного конца. 3-0. После чего наставнику киевского Динамо Мирчи Лучевску только и осталось, что шмаркаться в платочек. Да, работы для совершенствования Динамо у румынского специалиста непочатый край. Шахтер же празднует. Дедзерби добивает первый свой трофей в новом клубе. Разгром киевского Динамо в суперкубке Украины заслуженный. Через неделю обеим командам предстоит очередные испытания Лига чемпионов. Болеем за наши команды. С вами был Саныч. До новых встреч.